Плуг полонавесной оборотный 6 плюс 3. Этот плуг представляет собой одну из единиц модельного ряда навесных оборотных плугов Агромаш Холдинга. Представлен тремя типами моделями. Предназначен для гладкой отвальной вспашки по классической технологии обработки почвы. Глубина обработки от 10 до 40 сантиметров. Плуги высокоскоростные и высокопроизводительные. Состоят из рамы, рабочих корпусов с механически регулируемой шириной захвата 4 ступени, навесной оси с двумя колесами большого размера, перекидного опорного колеса на задней части рамы, гидравлически управляемого шарнирного узла рамы. Серийно оснащается автоматическим устройством для оптимального приспособления к неровностям почвы, системой защиты от камней на срезных болтах с увеличенной пусковой силой и экстрасильной грязилью. Гидравлическим механизмом оборота плуга с двумя оборотными цилиндрами и системой транспортной блокировки. Имеется гидравлическая устройство регулирования ширины передней борозды на первом корпусе. Плуги оснащены предплужниками, имеются варианты плугов по борозде и по полю. Самое главное, их отличает высокое качество и прочность рамной конструкции, а также высокая надежность и более длительный по сравнению с конкурентами срок службы рабочих органов. Для предпосевной подготовки почвы, особенно в условиях повышенной влажности, вместо культиваторов, как правило, удобнее использовать дисковые бороны. В линейке Агромаш Холдинга есть дисковые бороны для предпосевной обработки почвы, представленные моделями. Борона дисковая, навесная двухрядная, БДН. Борона предназначена для тщательной обработки на глубину от 2 до 10 сантиметров. Идеального выравнивания почвы и оптимально для неглубокого мульчирования растительных остатков. Дисковые бороны БДН отличает. Прочная конструкция рамы с двумя рядами зубчатых мульчирующих дисков диаметром 510 миллиметров. Не требующее обслуживание прочные подщипники с трехслойным уплотнением. Индивидуальная установка дисков с резиновыми пружинящими элементами. Механическая регулировка смещения дисков. Отличная адаптация к почве за счет крепления дисков на отдельной стойке. Плавная регулировка угла атаки дисков. Благодаря этому оптимальная адаптация глубине обработки и скорости движения. Отличная настройка глубины обработки посредством регулировки уплотняющего катка. Сетчатая барона, регулируемая по высоте и наклону, служит для выравнивания и структурирования почвы. Барона укомплектована незасоряющимся катком. Применение БДН имеет высокую рентабельность за счет высокой скорости обработки и малого износа. Применение ресурсосберегающих технологий требует особо грамотного подхода в деле подбора почвообрабатывающих орудий. Использование дисковых барон, как правило, представляет собой одну из необходимых технических операций, особенно в области основной обработки почвы или при подъеме целины или залежных земель. Однако дисковые бороны имеют ряд негативных эффектов. В первую очередь это проблема плужной подошвы, которая перемещается с горизонта 40 см до 20-25 см, а также высокая вероятность накопления корня отпрысковых сорняков. Для того, чтобы устранить эти эффекты, специально для российских условий было разработано почвообрабатывающее орудие барона-дисковое комбинированное БДК, сочетающее в себе такие орудия, как дисковая барона и глубокорыхлитель. Это орудие не имеет в настоящий момент аналогов на российском и европейском рынке. Орудие мощное, с прочной рамой, снабжено двумя батареями дисков и лапами-стойками с глубокорыхлителями. Оно предназначено для основной обработки почвы на глубину до 25 см дисковыми батареями с одновременным разуплотнением и разрушением плужной подошвы на глубину до 45 см. Орудие отличается высокой производительностью за счет высокой скорости обработки почвы до 10 км в час. Рамная конструкция орудия состоит из трех секций, что обеспечивает дополнительное идеальное копирование почвы. Орудие может быть приведено в рабочее или транспортное состояние с помощью гидравлики. Особое внимание следует уделить высокой надежности рабочих органов как дисков, так и глубокорыхлителей. При этом стойки глубокорыхлителей снабжены постоянной гидравлической защитой от камней. Специально для хозяйств, специализирующихся на возделывание овощей, а также на возделывание картофеля, в линейке Агромаш Холдинга существует несколько типов ротационных барон. Бороны представлены тремя типом моделями. Это легкие БРЛ, средние БРС и тяжелые БРТ. Ротационные бороны, способные обрабатывать почву на глубину от 5 до 20-25 см. Отличительной особенностью этих агрегатов является надежная конструкция, отличный дизайн, редуктор привода со сменными шестернями, сквозной привод ротора от ВОМ, центральный привод отвала отбора мощности, прочный поддон привода роторов двухслойный, конический роликовый подшипник, выравнивающая планка сзади, боковые отбойные щитки, состоящие из двух частей, с внутренним центром вращения, встроенная камнезащита, кованые ножевидные зубья 34 см, с системой быстрой смены, мелкоступенчатая, точная регулировка катков по высоте, зубчатый каток-уплотнитель с отдельно приваренными зубьями для лучшей обработки почвы, карданный вал с кулачковой муфтой. Орудия идеально разрыхляют почву на заданную глубину, обеспечивая наиболее оптимальные режимы для посева всех видов овощных культур. Основой рентабельного земледелия являются различные подходы к способам обработки почвы. Для регионов с потенциальной урожайностью не выше 45 центнеров с гектара, наиболее оптимальным является минимальная обработка почвы, основой которой являются стирневые культиваторы, представленные в линейке Агромашхолдинга тремя типами навесных культиваторов. Это культиваторы стирневые навесные двухрядные КСН, культиваторы стирневые навесные трехрядные усиленные КСУ и культиваторы стирневые навесные четырехрядные ОПО, которые могут быть использованы не только для основной обработки почвы, но также и для подготовки почвы под посев. Культиваторы стирневые применяются для плоскорезной обработки почвы на глубину от 5 до 25 сантиметров и являются прекрасной альтернативой для отвальной вспашки. В зависимости от срока проведения обработок, каждое почвообрабатывающее орудие может быть снабжено различными типами и видами катков, наиболее подходящих для определенных операций. Стерневые культиваторы состоят из прочной рамы, на которой установлены рабочие органы, крестообразные лемеха, по желанию широкие стрельчатые лапы, толщиной 10 мм, стандартная защита от камней, срезной болт, Регулировка заглубления катков и дисков мелкоступенчатая, одновременная и раздельная, идеально осуществляется болтами. Подпружиненные веерные диски для интенсивного смешивания растительных остатков и оптимального выравнивания почвы с автоматической регулировкой и стопроцентной подстройкой подкатки. Имеется возможность централизованной регулировки дисков. Прикатывающие катки с чистиком или катки с клиновидными кольцами обеспечивают оптимальное рыхление и уплотнение почвы. Установлены боковые подпружиненные щитки с возможностью оптимальной регулировки. Агрегат обеспечивает постоянную глубину обработки даже на плохо выровненных полях. Для устранения негативного эффекта плужной подошвы, а также для улучшения агрофизических свойств почвы, применяется такой агроприем, как щелевание. Для этого используют сырыхлители, представленные в линейке Агромашхолдинга почвообрабатывающими орудиями серии ГРН. Глубина обработки почвы у этих агрегатов до 50 см. Сочетание плоскорезной обработки почвы с щелеванием позволяет закономерно увеличивать урожайность на зимых посевах до 12 сантиметров с гектара, на яровых посевах до 7 сантиметров с гектара. Предпосевная обработка почвы требует специализированных орудий, предназначенных в первую очередь для идеального выравнивания поверхности почвы и подготовки семенного ложа на заданную глубину. Для этого в линейке Агромашхолдинга имеются несколько типов комплексных орудий для почвообработки. Это орудие семейства ОКПО. Орудие представляет собой современное, экономичное, высокопроизводительное и качественное орудие. Характеризуется низким весом, высокой скоростью работы, производительностью и надежностью. За 8 часов работы можно подготовить от 52 до 76 гектаров, включая время, необходимое для разворота в конце гона и переведения культиватора в рабочее положение. Каждый метр агрегата идеально копирует микроревьев почвы. Семейство зерновых сейлок Агромашхолдинга включает в себя несколько типов. Зерновые сейлки пневматические СЗП и зерновые сейлки механические СЗМ. Ширина захвата сейлок от 4 до 8 метров. С помощью сцепных устройств возможно составление двух-трех сейлочных посевных агрегатов шириной захвата до 12 метров. Уникальная особенность данных сейлок заключается в том, что они способны сеять на глубину от 1 до 10 сантиметров все виды зерновых, зернобобовых, а также и мелкосемянных культур. Норму внесения от 2 до 600 килограммов на гектар. Сейлки высокопроизводительные. Рекомендуемая рабочая скорость посеву от 10 до 12 километров в час. Сейлки могут быть двух различных модификаций с однодисковыми или двухдисковыми сошниками. Однодисковые сошники используются при посеве азимок культур и при посеве в частично обработанную почву. Двухдисковые сошники в первую очередь предназначены для посева яровых культур в условиях средней и повышенной влажности почвы. Для хозяйств, специализирующихся на возделывании пропашных культур, таких как кукуруза, сахарный свекла, подсолнечник, Агромаш Холдинг предлагает целое семейство универсальных сейлок точного высева для посева пропашных культур СТВП. Эти пневматические сейлки точного высева могут работать даже на почвах, прошедших минимальную обработку и с культурным остатком на поверхности. Это возможно благодаря высевающему аппарату, который характеризуется двухдисковой системой заделки в почву большого диаметра. Контроль над глубиной высева осуществляется двумя обрезиненными колесами, которые расположены по бокам от точки падения семени. Все это, соединенное с высокой амплитудой шарнирного параллелограмма, позволяет регулировать отрыв семени даже при наличии комковатой и неидеально выровненной почвы. Пара задних регулируемых резиновых или металлических колес обеспечивают закрытие борозды высевания. В конструкции предусмотрена быстрая и простая регулировка между рядей высева благодаря применению системы передвижения высевающих аппаратов, нанесущей раме вдоль направляющих, установленных параллельно раме. Регулировка расстояния между высевающими аппаратами минимум 37 см быстро выполняется при помощи специального рычага позиционирования, которым серийно оснащаются сейлки. Сейлки СТВП представлены модификациями от 4 до 18 рядных. Их отличает надежная конструкция, простота высевающего аппарата, точная и несложная настройка на глубину заделки семян, норму высева и подспектр выбираемых культур. Для ухода за посевами пропашных культур Агромаш Холдинг предлагает культиватор междурядной обработки КМО-12-8. Это универсальный культиватор, который предназначен для работы по любым схемам посева, представляет собой машину, сконструированную для междурядной обработки большинства культур. Отличается своей прочностью, надежностью, долговечностью и универсальностью. Это орудие можно применять для междурядных обработок после любого типа сейлок, независимо от количества рядков высевающих аппаратов. Культиватор можно использовать после посева пропашных культур 4, 6, 8, 10, 12, 24 рядными сейлками. Настройка культиватора на стыковку посевных рядков осуществляется с помощью специального гидравлического устройства, обеспечивающего индивидуальную настройку сушников. Кроме этого, рабочие органы орудий снабжены специальной защитой, которая полностью исключает возможность среза культурных растений. Отсутствие точек сварки в корпус агрегата определяет конструктивные прочностные качества, что особенно ценно при работе на тяжелых почвах. Для получения высоких урожаев необходимо грамотное растениеводство, которое включает в себя такой немаловажный вопрос, как обеспечение оптимального минерального питания посевов. Для внесения минеральных удобрений в гранулированной форме Агромаш Холдинг предлагает несколько типов двухдисковых разбрасывателей минеральных удобрений РМУН. Эти разбрасыватели отличаются прочной конструкцией, удобной и простой настройкой на ширину разбрасывания и норму внесения гранулированных минеральных удобрений. Рабочая скорость агрегатов до 10 км в час. Норма внесения от 3 до 1000 кг на гектар. Этим же разбрасывателями можно проводить и сев мелкосемянных культур при невозможности использования сейлок. В линейке представлены несколько типов разбрасывателей с объемом бункера от 1500 до 2100 кг. Для защиты растений от вредителей, болезней и сорной растительности Агромаш Холдинг предлагает применять современные навесные и прицепные опрыскиватели ОН и ОП. Перспективные технологии в области управления функциями агрегатов обеспечивают опрыскивателям высокую эффективность работы, особенно при применении на больших площадях. Практичная и надежная конструкция опрыскивателей соответствует всем современным требованиям полеводства. На опрыскивателях Агромаш Холдинга применяется высокоточная система управления. Их конструкция предполагает безопасную эксплуатацию. Опрыскиватели Агромаш Холдинга – высокорентабельная высокопроизводительная техника для ресурсосберегающих технологий, показывающая экономичность на фоне высокого качества работы. Конструкция проста и удобна в использовании. Индикатор заполнения бака, расположенный снаружи, доступен для наблюдения за уровнем заполнения бака, как с места водителя, так и для заправщика. Блок управления расположен централизованно, слева по ходу движения трактора. Простота управления обеспечивается за счет всего двух рычагов управления. Все позиции рычагов маркированы однозначной символикой, исключающей возможность ошибочного переключения. Заправка осуществляется в непосредственной близости на расстоянии вытянутой руки от центрального блока оперативного управления. Этим гарантируется надежность заправки химикатами. В заправочную станцию интегрированы также заправочный клапан и устройство для промывки тары. Высокопрочная опора способна держать опорную нагрузку. Рабочая ширина захвата штанг – 15 метров. Для защиты окружающей среды имеется возможность очистки фильтров без утечки на руле рабочего раствора, в том числе и при заполненном баке, который обеспечивается вертикальным расположением всасывающего фильтра со спускным клапаном. Колесный трактор класса 1.4 Агромаш Холдинг Т-85 производства Владимирского моторно-тракторного завода. Этот новый серийный трактор представляет собой универсальную модель мощностью до 95 л.с. и предназначен для всего комплекса сельскохозяйственных работ от вспашки, посева, ухода за посевами до кормозаготовки и уборки урожая при выращивании большинства сельскохозяйственных культур, а также для работ в животноводстве, транспортных, разгрузочно-погрузочных работ. Трактор агрегатируется со всеми типами российских и импортных навесных и прицепных орудий, которые используются для тракторов такой мощности. Трактор отличает красивый дизайн, удобная комфортабельная кабина и высокие производственные характеристики. Здесь представлен трактор нового направления линейки колесных тракторов Агромаш Холдинга трактор 5-го тягового класса 270Т. Трактор универсальный, предназначен в первую очередь для работ по почвеобработке. Может работать в агрегатах со всеми видами отечественных и импортных почвообрабатывающих орудий. Кроме этого, трактор может быть использован также и на посевных работах, а также на работах по уходу за посевами. Начиная с 2009 года, Агромаш Холдинг начал серийное производство рестайринговой модели гусеничного трактора ДТ-75. Новая модель ВТ-90 представляет собой улучшенную версию старого трактора ДТ-75. Изменения коснулись как внешнего вида самого трактора, так и были внесены изменения в ходовую часть, трансмиссию и в двигатель. Для серийного выпуска готовятся две модификации трактора ВТ-90, одна из которых будет снабжена двигателями СИСУ. Это совместный проект концерно-тракторной заводы и корпорации АККО. Гусеничный трактор ВТ-90 представляет собой начало серии гусеничных тракторов производства концерно-тракторной заводы 3-го, 4-го и 6-го класса. Это универсальные машины, которые будут предназначены не только для основной обработки почвы, но и также могут быть использованы на посевных работах. Трактор отличает высокая проходимость и возможность использования их в условиях повышенной влажности. Особенно это важно для тех регионов, в которых основной клин занимают яровые культуры. Трактор сагрегатирован с плугом навесным оборотным ПНО-3, предназначенным для классической отвальной гладкой вспашки на глубину от 10 до 45 см. Это плуг с механически регулируемой шириной захвата 4 ступени. Имеются варианты плугов по борозде и по полю. Оснащен системой защиты от перегрузок на срезных болтах, а также может быть оборудован полуавтоматическим спиральной пружиной, полностью автоматическим листовые рессоры или гидравлическим предохранительным механизмом от перегрузок непрерывного действия. Имеется гидравлический механизм оборота плуга двойного действия, серийно оснащен автоматическим цилиндром. Имеется возможность установки дисковых ножей перед каждым корпусом, оснащается сплошными или полосовыми отвалами.